Спасибо Спасибо, что вы меня так хорошо встречаете Честное слово, не ожидал, что вы меня так хорошо встретите Спасибо Спасибо, очень рад, что вы меня все узнали Что вы меня знаете, любите Мы сегодня будем делать с вами вместе Вечер анекдотов Это значит, что не только мы будем рассказывать Эти анекдоты со сцены, но и вы из зала Когда я говорю мы, я имею ввиду Наш театр юмора плюс Расшифровывается это очень просто Профессиональные любители юмора и сатиры Но правда некоторые расшифровывают по-другому Подайте лучшим юмористам страны Сейчас я приглашу сюда на сцену своих друзей И мы, собственно говоря, начнем Итак, я приглашаю на сцену Игоря Христенко И Николая Лукинского Пожалуйста Это он не случайно, он нарочно Это у него фокус такой Он все время будет биться головой обо что-нибудь Шутка Значит, что я хотел сказать Дело в том, что Я хочу вам предложить такое небольшое соревнование Я хочу предложить вам, чтобы вы рассказывали анекдоты А на каждый ваш анекдот мы будем рассказывать свой анекдот Постараемся на эту тему Или, может быть, где-то близко Или просто к слову определемся и будем рассказывать анекдот Понятно, да, условия игры, да? Хорошо? А теперь, значит, для начала я хотел бы вам рассказать пару-тройку анекдот Ну, может быть, они не новые Знаете, это не имеет никакого значения Новый анекдот или не новый Я объясню почему Ну, есть только уже очень какие-то такие затасканные Почему? Потому что я очень много лет собирал анекдоты Занимался им Сейчас вот эти сборники выходят И, знаете, кому-то расскажешь анекдот И думаешь, ну, настолько уже старый анекдот А для человека он совершенно новый Он никогда его не видел Я вот вам расскажу анекдот, который мне очень нравится Вот анекдот такой Французский такой анекдот Там, значит, история такая Король французский проезжал через какую-то деревню И увидел молодого человека Который был очень похож Ну, как две капли воды похож был на этого На короля Он вышел из кареты Подошел к этому крестьянину Познакомиться И сказал, а сколько вам лет? Он говорит, мне 30 лет, говорит крестьянин И король говорит Видно, чуть-чуть больше 30 лет назад Через вашу деревню проезжал мой отец Крестьянин сказал Нет, ваша матушка Все сразу засмеялись А вы попозже чуть-чуть засмеялись Профессия такая Я хочу что сказать Вот видите, анекдот, на мой взгляд, хороший Вы засмеялись Ну, может быть, он не такой, значит, чтобы там Обвал был Но, во всяком случае, он очень приятный И какая-то игра ума есть В общем, этому анекдоту На сегодняшний день Где-то 90 лет Потому что он еще приведен в книге Фрейда, там, о комическом Представляете, сколько лет Этот анекдот, а он сегодня, в общем, жив и нормальный И сегодня его можно рассказать Я расскажу вам несколько анекдотов Так, для затравочки Может, мои друзья помогут Тоже мне что-то рассказать Знаете, вот существует мнение, что есть люди Не обладающие чувством юмора Я думаю, что это не так Я думаю, что любой человек Если ему как следует объяснить Что смешного в анекдоте Он обязательно засмеется Просто разные люди смеются над разными анекдотами Один быстрее схватывает Другому надо подольше объяснять У меня есть приятель, которому я все время рассказываю Какие-нибудь анекдоты Если он не смеется Я ему потом как следует объясняю Некоторое время назад Я ему рассказал такой анекдот Из нашей первой программы Анекдот простой Идет в похоронной процессе Несут гроб В гробу сидит мужик В сапогах телогрейки Шапки-ушанки Курит цигарку Навстречу кореш Кореш говорит Коль, ты что ли? Он говорит Ну Он говорит Слушай, ты тебя же хоронят Он говорит Ну Он говорит Так ты еще живой Он говорит А их это колышет? Ну, хороший смешный анекдот Я вам рассказал, вы засмеялись Когда я сказал своему приятелю Он слушает где-то в 16 раз этот анекдот Наконец он засмеялся Ну, этот приятелю Я пришлось объяснять Наверное, полчаса Что смешного в анекдоте Через полчаса он расхотался И сказал А-а-а, я понял Они его хоронят А он-то еще живой Недавно я ему рассказал анекдот Из нашей программы Секс по-советски Анекдот такой Муж с женой ждут гостей Ну, жена по хозяйству Как водится там Бутерброды готовит, закуску А муж в одних трусах На балконе делает зарядку Жена говорит Коль, ну как тебе не стыдно Ну, гости сейчас придут Ты в одних трусах Ну, иди хоть Ну, иди на день Хочешь что-нибудь Чтобы не позориться А он говорит Не буду ничего надевать Пусть все видят Как ты меня кормишь Жена говорит Тогда вообще все сними Чтоб видно было За что кормить На этот раз Мне пришлось всего минут 15 Объяснять, что смешно В анекдоте Сесь 15 минут он захотал Сказал А-а-а, я понял Она его раньше вообще Ничем не кормила Тут ведь очень важно Не только что ты рассказываешь Но и кому именно ты рассказываешь Вот есть такой анекдот Летит самолет из Москвы В Магадан В третьем ряду сидит пассажир Рядом с ним другой пассажир Чукча Этот первый пассажир Говорит Чукча Вы не поменяйтесь с моей женой Она в восьмом ряду сидит Чукча говорит Нет, не поменяйся Знаете, будем сидеть Рядом разговаривать Нет, не поменяйся Проходят стюардессы Этот первый пассажир Говорит стюардессе Вы не поменяй Вы не попросите моего соседа Поменяться с женой А она вот в восьмом ряду сидит Я прошу учет У меня не получается Может у вас получится Он говорит Нет А она говорит Стюардесса говорит, да нет вопроса, конечно. Нагнулась кухучукча, что-то прошептала, чукча встал, ни слова не говоря, пошел восьмой ряд. Этот первый пассажир говорит стюардессе, что же вы ему такое сказали, что он взял вас и сразу послушался. Стюардесса говорит, да я ему сказала, что первые пять рядов в Магадане не приземляются. Вы даже можете аплодировать, если вам что-то понравится, пожалуйста. Нет, если вам не понравилось, вы можете не аплодировать, но если понравилось, тогда аплодируйте, хорошо? Понравилось, да вам понравилось. Я тебе рассказал, кто? Ты? Ты? Кто? Давай. Мой любимый анекдот, когда в украинском селе, значит, что-то там, огород, женщина там в огороде что-то делает, ее сын прибежал из леса, чумазый весь, полдня бегал по лесу, прибежал, кричит ей, мама, мама, она оторвалась от грядки, шо таке? Ничего. Так, вот дурна ты ты, на, взяла тяпку опять над грядкой, наклонилась, свин опять. Мама, а вы знаете, шо, то есть шо таке? Я тихо, что был в Улисе. Там по лесу бегают голые люди, она такая, ой, сынок, голые, тьфу, голые, то, наверное, дикие, он скажет. Ага, дикие, ага. Нет, тетка может и дико. А батька наш. Странная реакция у вас в такой случае была? Значит, Брежнев вызывает к себе громыко и говорит, «Слушай, громыко, а помнишь, у нас на прошлой неделе приезжала израильская военная делегация? У них был министр обороны, как его, боевой генерал, тут, говорит, Машедорян, боевой генерал, а у нас в пилях, помнишь, сидел? Как его? Тут, говорит, кусту взял, кусту взял, боевой генерал, а у англичан на колонне стоит. Генерал, говорит, Нельсо, что-то нам нужно делать с гречком. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть? Давайте. Я приеду к вам. Можно встать, чтобы вас все-таки видели, да? Пожалуйста. Это вы про чай заговорили? Я сразу вспомнил. Марс со Сникерсом встречаются. И Марс говорит, слушай, а что ты такой невеселый? Говорит, понимаешь, Милки-Вэй утонул. В общем, это старый такой тоже анекдот. В общем, спит дракон. Да, спидр. Дракон отдыхает, две головы спят, а одна не спит. Ой, наоборот, извините. Нет, одна не спит. Ой, господи. Так, сейчас, секундочку, не сбивайте. Две не спят, а одна спит. Конец анекдота. В общем, так. АПЛОДИСМЕНТЫ Ладно. АПЛОДИСМЕНТЫ Я недавно была в Анадыре. И... Спасибо, любимый мой, Леон Исмайлов, сатирик. А, значит, Отец и сын чулки тащат тюленя. Убили его и тащат, тащат на себе. Вдруг им навстречу русский, говорит, мужики, вы чего его так тащите-то? Вы чего его тащите за, это самое, за хвост-то? Вам же, говорит, все мешает. Вот за голову возьмите, тащите, так же будет легче. Ну, они взяли, потащили за голову. Сын, говорит, однако русская умная. Второй, говорит, отец, говорит, умная, умная. Опять к морю пришли. Едет автомобиль, и... Запорожец, и через каждые там три метра подпрыгивает. Гаишники стоят, смотрят, вон, раз, опять прыгает, прыгает. И они, значит, остановятся, и говорят, а что, говорит, у вас автомобиль подпрыгивает? А водитель говорит, не знаю. Пожалуйста. Мне просто понравился анекдот про дракона, я сразу так навеял тоже. Концовка такая же интересная, да? Да, но позже будет концовка. Жил и было Чудо-Юда в Синем море. И вот раз в сто лет Чудо-Юда всплывало на поверхности, съедало сто самых красивых девушек, стоящих на берегу. Так продолжалось довольно долгое время. Но вот в один прекрасный день Чудо-Юда всплыло, смотрит, на берегу вместо ста красивых девушек стоит сто красивых юноши. Ну, Чудо-Юда улыбнулась, разинулась пальцами, вдруг один из них ходит, говорит, ты кто? Говорит, я Чудо-Юда. Вас, Юде, солдаты инфояр! А, я сразу раз еврейская тема, знаете, как один еврей говорит другому, слушай, я вообще не понимаю. Я вот это вот, вот это Евгения Онегина, я вообще понять не могу. Вы представляете, Ленский прислал ему вызов, а он его застрелил. Раз уж пошла такая тема про Чудо-Юда, я тоже знаю анекдот. Значит, в одном царстве завелось вот это Чудо-Юда, Змей Горыныч, и стал всех жрать. Ел-ел всех девушек красивых, но надоел этот царю, так как подошла очередь его дочери. И он говорит, значит, так, кто найдется самый смелый и убьет этого Змея Горыныча, тому, значит, я отдам дочку, жены, да, замуж отдам дочку с того, и полцарства в придачу. Ну, в общем, юноши собрались, все стали бороться, Змей Горыныч и их поел. Думал Иван Дурачок, Иван Дурачок, подумал-подумал, думает, чем же Змея взять? Змей Горыныч, ну, зеленым змеем он его решил взять, приносит ему бутылку, садятся, он говорит, сейчас сожру. Он говорит, сожрешь, давай сначала выпьем, а потом, говорит, закусишь. Он говорит, давай. Ну, в общем, напоил он этого бедного Змея Горыныча, тот уснул, он, да, а условие еще у царя было такое, что кто убьет этого Змея Горыныча, должен принести передний зуб этого змея в доказательство тому, что он убил этого Змея Горыныча. Ну, а когда уснул этот Змей Горыныч пьяный, Иван Дурачок, значит, вытаскивает этот зуб передний, приносит царю всеобщее ликование, дочь замуж отдают, полцарства в придачу. Уже Иван Царевич, первая брачная ночь, стук в дверь. Кто там? Открывай, открывай, фифяв, увнаев. Давайте добьем окончательную тему Змея Горыныча. Да, да, да. Он летит, значит, летит и во все три глотки кричит «Гласность, демократия, перестройка!» Баба Яга внизу сидит и говорит «Ох, дурак дает, опять депутатов на ночь нажрался!» Опять, давай, Таня, давай. Раз идет, давай. Дело в том, что когда меня Лен сюда пригласил, говорит, на этот вечер, я не помню ни одного анекдота. Ну так на самом деле, я не знаю ни одного анекдота, но, к слову, вспоминается много всяких разных историй. Вот он сейчас сказал про Бабу Ягу, Игорь, и я тут же вспомнила анекдот. Значит, летит Баба Яга над речкой, над лесом, вдруг видит, лежит обнаженная девушка. Она спускается и говорит на Халка «Что ж ты так разлеглась здесь? Как же тебе не стыдно? В каком ты виде?» Она говорит «Бабуля, ты устарела, это эротический костюм!» Ну, Бабуля так смикнула, Баба Яга прилетает к себе домой, тоже так, значит, обнажилась, легла. Вдруг прилетает Змея Гореновича. К ней туда залетает, в этот домик. И говорит «Бабка, ты что, с ума что-то сошла? Ты что тут разлеглась в таком виде?» Она говорит «Сам ты, дурак, с ума сошел! Это эротический костюм!» Он говорит «Да, а что ж ты его не погладил-то?» Двое танцуют лампаду, ну, вы помните, там, лицом, значит, к спине, к затылку, они танцуют, танцуют, один человек смотрел, смотрел, говорит «Я, конечно, не понимаю в этих танцах, но мне кажется, что пока они не лягут, у них ничего не получится». Идет, идет мужик пьяный. Вернее, даже два пьяных. А на встречу идет совершенно такой интеллигентный вид, мужчина, они остановились, к нему обращаются, говорят «Мужик, дай закурить!» Он говорит «Ребята, я не курю!» Они говорят «Ах, ты не куришь!» И набросились на него «Давай избивать!» Значит, он достал из кармана молоток, дал одному по голове, тут упал на втором. Говорит «Ну что, хочешь закурить?» «Нет, спасибо, мы одну на двоих покурим». Спасибо. Ну, краткая такая предыстория. У нас сейчас каждый уважающий себя сельсовет имеет свою границу, таможню и все остальное. Значит, очередная таможня, я не буду уточнять, республики, останавливает милиция машину и говорит «Выйдите, пожалуйста, с машины, покажите, пожалуйста, там бардачок, откройте капот, дайте документы». Подходит к багажнику и говорят «Откройте багажник». Молодой человек говорит «Слушай, я тебе сто тысяч даю, не открывай багажник». Милиционер говорит «Что вы мне деньги суете?» «Открывайте, я вам говорю». Он говорит «Хорошо, двести». «Открывайте багажник». Ну, уже там машет, значит, друзьям подойти на помощь, подходит, друзья, с автоматами. Он говорит «Хорошо, пятьсот». «Нет, открывайте». Он говорит «Я вам давал пятьсот тысяч?» «Да, давал». «Открывайте». «Открываю, там насос, домкрат, больше ничего нет». Говорит «Слушайте, а почему вы так это упирались?» «Слушай, знаешь, так нравится «Поле чудес». К вопросу о «Поле чудес». Вот идет эта игра замечательная, выпадает сектор «Приз», выносит черный ящик. «Ну что вы выбираете?» «Приз, приз». Он говорит «Конечно же, приз». «Я вам даю столько денег». «Приз, еще больше, приз, еще больше, приз». «Хорошо, давайте так. Давайте так, чтобы никому не было обидно. Вот вы просовываете руку в черный ящик, на ощупь должна догадать, что там находится. Если угадываете, ваш и приз, и деньги. Если нет, то все мое. Договорились, договорились». Мужик просовывает руку, «Ай, вот они угадали. Это капкан фирмы «Филлипс». Давай, Коля, я пойду поредам. А знаете, как мужик спит, а над ним муха летает. Он спит, а муха над ним. Он подмахивает. И в общем, у него не выдержали нервы, он включил свет. Баю-баюшки, баю-баю-баюшки, баю-баю. Баю-баю-баю-баю. Идет человек мимо Ну по улице в витрине стоят часы Он заходит, говорит, вы чините наручные часы Он говорит, нет, я не чиню наручные часы Говорит, а что вы, будильники чините? Нет, говорит, будильники тоже На стены часы чините? Да нет, говорит, а что же вы делаете? Говорит, я делаю обрезание Говорит, а что же у вас на витрине часы? А что я туда положу? Ушел урок английского языка Учительница там И на урок пришел проверяющий из Горану И сел на заднюю парту с двоечником Пети Ну учительница пишет на доске какую-то фразу По-английски у нее мел выпал Она так стоя спиной к классу Нагнулась, подняла мел Дописала фразу и говорит, Петя, переведи Петя встал и сказал, с таким задом Еще учительница в школе работает Учительница говорит, вон отсюда Петя говорит, дядя, не знаешь, не подсказывай Девочка приходит в школу У нее, ну, в понедельник У нее такая опухшая нижняя губа Большая такая Ну учительница спрашивает Машенька, что с тобой случилось? Думаю, вчера с папой на лодках катались Ну и что? У меня сюда пчелка села Ну и что укусила? Нет, папа ее веслом убил Приезжает иностранец Ну, Советский Союз бывший Идет по улице Встречает прохожего и спрашивает Это улица солнечная? Он ему говорит, ну? Он говорит, спасибо Идет дальше Встречает второго прохожего Говорит, это улица солнечная? Тот говорит, ага Он говорит, спасибо, идет дальше Подходит к милиционеру и говорит Это улица солнечная? Тот говорит, да, конечно Он говорит, а почему же такая ситуация получается? Получается Подхожу я к первому прохожему, спрашиваю Это улица солнечная? Он мне отвечает, ну? Ко второму он отвечает, ага К третьему он отвечает, да, конечно Он говорит Но это зависит от образования. У кого начальное, тот ответит, ну. У кого среднее, тот ответит, ага. А у кого высшее, тот ответит, да, конечно. Он говорит, иностранец говорит, значит, у вас высшее образование? Милиционер говорит, ну. Ну, тут уже детские анекдоты в ход пошли. У меня такой, знаете, два мальчика встречаются, один говорит, слушай, говорит, я, говорит, знаю, как делают детей. А второй говорит, а я знаю, как их не делать. Вот девочке дадим, да, рассказать анекдот? Мы немножечко, поскольку желающих достаточно много, я передам зрителям, ладно? Я затрону немного другую тему, студенческую. Ну, встречаются два студента в туалете, один говорит, один говорит, ну что, говорит, зачет получил, другой говорит, нет, говорит, меня этот козел не хочет ставить из соседней кабины, и не поставлю. В учреждении двое сотрудников стоят, и так между собой разговаривают, курят, и говорят, слушай, ты знаешь, наш начальник такое дерьмо, так поворачивается и начальник сзади. Он говорит, ну, я в хорошем смысле этого слова. Значит, одна женщина обращается к врачу, вы знаете, врач, доктор, помогите, мне не нужен ребенок. Он говорит, пока не скажете фамилию отца, ничего делать не буду. Он говорит, хорошо, Гагуадзе. Приходит день, приходит женщина уже совершенно другая, говорит, доктор, мне не нужен ребенок, так что, помогите. Он говорит, фамилию отца, тогда помогу. Нет, значит, нет, Гагуадзе. Вторая, третья, пятая, значит, приходит женщина, говорит, вы знаете, я 12 лет живу с мужем, у меня нет детей. Ну, посмотрел, все, говорит, вроде как хорошо, пригласите мужа. Пришел муж, значит, обследовал, тоже вроде все нормально. Говорит, ну, ваша фамилия как? Он говорит, Гагуадзе. Он послушай, говорит, подвес, полгорода ко мне уже обращается, значит, а ты вот с женой никак. Он говорит, знаешь, дорогой, Гагуадзе в неволе не размножаются. Идеальный мужик домой ввалился, в квартиру упал, жена схватила веник, начала бить ему пофизиономию. Будешь пить, будешь, будешь пить? Он глаза открыл, буду, наливай. А, вы знаете, как это самое, в автобус сбегают два грабителя, один высокий, другой маленький. Высокий говорит, сейчас будем грабить и насиловать. Маленький говорит, нет, только грабить. Большой говорит, не будем грабить и насиловать. Маленький говорит, только грабить. Большой говорит, будем грабить и насиловать. Маленький говорит, только грабить. Женщина говорит, а ты, маленький, помолчи. Два мужчины разговаривают, говорит, у нас, говорит, страшный случай произошел, говорит, значит, к соседу. Сосед вернулся на два дня раньше, вместо субботы из командировки, в четверг. Представляешь, говорит, убил жену, убил любовника, но я, говорит, тебе скажу, могло быть и хуже. Тот, говорит, а что же могло быть хуже? Понимаешь, говорит, если бы приехал во вторник, меня бы убил. Значит, сидит компания, выпивает. Выпивают, один говорит, вот мы здесь сидим, выпиваем, а наш друг Вася сейчас мучается, сдаёт. Друг стук в дверь, входит Вася, и у него спрашивают. Ну как, сдал? Он говорит, да. Сколько? Он говорит, четыре. Почему так плохо? Да, говорит, у пятой горлышко было отбитое. Мальчик, хорошее воспитание у мальчика. Папа. Юноша с девушкой идут, по улице проходит мимо шашлычный, оттуда запах шикарный, шашлыком. Он говорит, ой, как замечательно пахнет, говорит, тебе нравится? Давай пройдём ещё раз. А это так же, азербайджанец идёт с женой мимо аптеки, жена говорит, слушай, вот я всегда думал, вот что это такое вот, вот это вот ваза, и это вот змея склонённая над вазой. Он говорит, это твоя мама пьёт кофе. Два мужика собрались выпить бутылку водки, пришли на обед домой, значит, только открыли, вдруг в ключ замочную скважину. Они быстренько спрятали бутылку за часы с кукушкой и сидят мирно обедают. Жена заходит, говорит, всё, опять алкаши собрались, тут пьянся, я знаю, да они на обед пришли пообедать. Смотрите у меня, чтоб не пили, я в магазин пошла. Вышла, они, значит, достают бутылку из-за часов, там вот столько вот отпито и осталось ровно столько уже. Мужики друг на друга смотрят расстроенные, вдруг со скрипом открывается дверца у часов, выходит туда кукушка и говорит, ребята, сколько время? Они такие опешившие. Час. Идёт, как сейчас говорят, лицо кавказской национальности, а другое спрашивает, эй, Гацо, ты куда идёшь? Он говорит, укол делает. Куда? В поликлинику? Нет, в задницу. Двое собрались выпить, третьего не хватает, они какого-то ловят мужика, говорят, слушай, давай выпей с нами. Говорит, да нет, я не пью, я тебе сейчас дам мне пью, сейчас пойдёшь и выпьешь. Говорит, ну я так не могу, и с горло, он говорит, ну чё, и без закуски не будешь? Говорит, нет, не буду. Говорит, а под яблочко будешь? Говорит, ну под яблочко, ну давайте. Ну да, пей. Ну мужчина так делает несколько глотков, говорит, ой, ой, яблочко, я говорю, эх, яблочко. Медицинский анекдот очень короткий. А сюда, так. Приходит больной к врачу, пардон, с геморроем. Врач ему говорит, купите свечи, придёте через неделю. Через неделю приходит. Ну как, доктор, сначала ничего, но когда догорает, ужас! Ужас! Разговорит один, говорит, а зачем, за что ваш Бубик, говорит, съел нашего кролика? Это зачем ваш кролик делал нашему Бубику вот так вот? В армянскую школу, в Армению, приехала московская комиссия. Ну, проверить, как дети изучают русский язык. Ну, приехали, сели сзади, как обычно, а преподаватель ведёт урок. Ну и спрашивает, вернее, говорят преподавателю, вы задавайте вопрос, мы вам мешать не будем. Ну, преподаватель говорит, вернее, преподаватель с Москвы, проверяющий, задаёт вопрос. Дети, скажите, самый простой вопрос, у кошки хвост есть? Значит, тишина, только глазки хлопают. Опять, дети, у кошки хвост есть? Опять молчалка. Они говорят, ну что, мы, говорит, вам ставим недовольтворительно. Вы плохо обучаете армянских детей русскому языку. Они говорят, товарищ комиссия, можно я задам вопрос? Вы неправильно задаёте вопрос. Ну, пожалуйста. Она говорит, дети, кошкам, хвостам, естум! Все дети, естум, естум на самом заднем месте! Ну, вот видите, есть же всё-таки. Естум, естум! А кому? Ой, даже не знаю, даже растерялась, какое о нибудь рассказывать. Все какие-то неприличные в голову слезут. Ну, ладно, я расскажу. Лев, царь дверей, издаёт указ, чтобы в лесу никто не пил. Кого, говорит, увижу, тут же разорву начальство. Ну, на следующий день идёт, проверяет по лесу, как выполняет его указ. Смотрят, все звери работают, ямы копают, с транспарантами пьянство, бой, секс и гёрл бегают. А в кустах заяц валяется. Говорит, заяц, в чём дело? Что, мой указ, шуль не читал? Он говорит, шо вы, лава, шо, залаз по указу, о, ухо, отметил. Ну, ладно, говорит, смотри, что, больше этого не было. Он говорит, шо? На следующий день лев идёт по лесу, смотрит, как звери работают, сердце радуется. В кустах опять заяц валяется. Он говорит, заяц, ну в чём дело? Я же тебя предупреждал вчера. Я же тебя сейчас должен буду разорвать. Он говорит, алло, подожди, читал только, о, ухо. Вчера отмечал. А всё, он похмелился, голова-то трыщет. Он говорит, ну всё, смотри, чтобы это было последний раз, иначе всё разорву. Я говорю, хорошо. На следующий день, на третий уже лев просто ходит целенаправленно и ищет заяца по лесу. Его нигде нет. Все звери на месте работают. Этого нигде нет. Он под каждым кустом смотрел, ну нигде нет. Потом вдруг смотрит, где-то в озерке так два ушка торчат. Он поближе подходит, раз за ушки, а это заяц. Ну никакой, висит просто. Он говорит, заяц, я же тебя сейчас должен буду разорвать. Что ж ты делаешь? Он говорит, ну подожди ты, Лова, ты указ этот для кого издавал? Говорит, ну для кого, для кого? Для зверей. Ну, а чё ж ты к нам-то, к рыбам-то пристаёшь? Когда сидит пьяный в луже, просто уже совсем окосевший. И подходит милиционер и говорит, ну что же, товарищ, сидите прямо в луже-то. Он говорит, ты что? Я милиционер. А знаешь какой? Морской или сухопутный? Он говорит, ну я не знаю, но сухопутный, наверное. Он говорит, что это значит морские дела-то лезешь? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чё не хочешь? Ну давай, там можно идти на негдот, который Едет Араб по пустыне на верблюде. Солнце палит. Ему жарко, душно. Он не знает, куда от этой жары скрыться. И вдруг мимо велосипедист. Он говорит, слушай, тебе что, не жарко, что ли? Он говорит, нет, наоборот, хорошо. Кручу педали, быстро еды, ветер обдувает, даже прохладно. Он говорит, о, здорово. И, ну, верблюда пришпоривает, бр-б-бр-бр-бр, и ускакал. Ну, верблюда здесь ехал, 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 вдруг смотрит, лежит верблюда и рад стоит. Он говорит, что случилось? Замерз. Дорогие друзья, теперь вот вашими аплодисментами мы решим, кто же у нас все-таки король юмора. Я буду называть, а вы аплодируйте. И мы посмотрим и выберем короля юмора. Хорошо? Итак, Юрий Аркадьевич. Спасибо. Татьяна Судет. Николай Бандулин. Поаплодировали королям юмора. Юрий Аркадьевич, Татьяна Судет, Николай Бандулин. Спасибо большое. Юрий Аркадьевич, Татьяна Судет.